МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днем столбик термометра может показать, но и градусов. Хорошо, что лучи солнца не стали пригревать раньше, а то не удалось бы провести конкурс снежных скульптур. Онские заключенные слепили из снега военную технику. Конкурс, приуроченный ко Дню Защитника Отечества, провели в лечебно-исправительном учреждении номер 2. Первое место получили участники скульптуры ракетной установки «Тополь-М». Второе место заняли авторы макета легендарного советского танка Т-34. Между прочим, в пропорциях один к одному. Ну а бронзу присудили к ледовой композиции «Войну-Освободителю». Кинотеатры России переходят на отечественный попкорн. Причиной послужило снижение курса рубля и санкции на некоторые продукты. Однако полного импортозамещения ждать не стоит. Например, любимый многими карамельный попкорн производят из зерна машрум, сорта которого, увы, не растут в России. Кроме воздушной кукурузы, производить в нашей стране хотят и чипсы. Омские ястребы на домашнем льду одержали победу в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3-0. В составе ястребов с заброшенными шайбами отметились Феликс Шуц, Александр Попов и Кирилл Лямин. А голкипер Константин Барулин отразил 40 бросков по своим воротам. Добавлю, что «Авангард» шестой раз в сезоне сыграл на ноль. И коротко о том, что готовит нам вторник. Сегодня артисты драматического театра приглашают на премьерный спектакль «Казимиры Каролина». Наивная история о любви начнется в 19 часов. В это же время на Омском льду наши ястребы сразятся с новокузнецким металлургом. Болельщиков ждут в спортивном комплексе «Арена Омс». Это все, что успеваю рассказать. Больше новостей в вечерних выпусках с Ольгой Жуковой. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!